Очертание городских зданий теряется в дыму, который удушливым покрывалом укутывает мегаполис. Из-за этого дышать в городе и без того раскаленным до предела становится невозможно. В сельской местности огонь беззастенчиво пожирает целые деревни. Обезумевшие от жажды дикие животные, забыв про инстинкт самосохранения, выходят к жилищу человека в поисках живительной влаги. Сценарий фильма катастрофы, не правда? Однако, это все объясняет нам природа про прелести глобального потепления каждый год. Чтобы представить парниковый эффект во всей красе, можно заглянуть на соседнюю Венеру. Эта сестра Земли таит в себе не меньше загадок, чем Марс. Именно она способна рассказать, какое будущее возможно ждет нашу планету. Апокалипсис, сопровождающийся огнем, дымом и пеплом, неоднократно описан в древних преданиях. Дым и копоть у москвичей вызывают аналогичные ассоциации. Кто-то шутит, что горящие торфяники пахнут Армагеддоном, кто-то вспоминает казни египетские, а кто-то говорит о конце света по календарю мая в 2012 году. Венера Вторая планета от Солнца и самая горячая планета в Солнечной системе. Для древних людей Венера была неизменной спутницей. Это вечерняя звезда и ярчайший сосед, за которым наблюдали еще за тысячи лет после признания планетарной природы. Именно поэтому она фигурирует в мифологии и отметилась во многих культурах и народах. С каждым веком интерес возрастал, и эти наблюдения помогли разобраться в структуре нашей системы. У Венеры нет ни лун, ни колец. Но какой могла быть Венера в прошлом? Прошлое Венеры таит в себе очень много загадок. Ученые считают, что Венера имела жидкую воду миллиарды лет назад, но парниковый эффект нагрел планету до такой степени, что вся вода испарилась и в конце концов потерялась в космосе. Вероятно, интенсивный выброс в атмосферу парниковых газов привел к тому, что температура планеты резко возросла из-за того, что атмосфера становилась все тяжелее и тяжелее, как бы окутывая планету термальным одеялом, не позволяющим охладиться. В конце концов, это привело к тому, что сейчас поверхность Венеры напоминает описание ада. Сегодня условия там настолько негостеприимны, что даже самым выносливым существам не удалось бы выжить. Содержание углекислого газа в атмосфере составляет 97%. Температура, в свою очередь, достигает 470 градусов Цельсия. Атмосфера в 90 раз тяжелее земной, а среднее давление в 93 раза больше. Однако ученые предполагают, что миллиарды лет назад все могло быть по-другому. Пока что нет никаких доказательств существования воды на поверхности Венеры. Даже возможные следы древних берегов, обнаруженные на Марсе, на Венере уже не найти. Большая часть современной поверхности планеты была смоделирована вулканической активностью около 700 миллионов лет назад. Даже если вода и была, ее следы давно сметены лавой и минералами. Однако ученые не отрицают возможность существования теплых океанов на Венере. По их словам, так как и на Земле могла быть вода, контактирующая с камнями и органическими молекулами, которые при подходящей температуре и наличии света необратимо подвергаются химической эволюции. Но в таких экстремальных условиях возможно ли жизнь на Венере? Скорее всего, нет. Здесь, на Земле, мы находим жизнь там, где есть жидкая вода. Глубоко под землей, под ледниками и даже внутри ядерных реакторов. Если есть жидкая вода, есть жизнь. Но на планете нет жидкой воды. А может быть, существуют и другие формы жизни? Венера тратит 243 полных земных дня для того, чтобы совершить полный оборот вокруг своей оси, что делает ее самой медленной из планет. Из-за такого медленного вращения ее металлическое ядро не способно производить магнитное поле, подобное земному. Если смотреть сверху на все планеты, то Венера вращается в противоположную сторону. Когда-то в Венеру врезался объект размером с Луны, но врезался против вращения планеты. Таким образом, он заставил ее вращаться в обратную сторону. В то время как на Земле Солнце начинает восходить на востоке и садиться на западе, то на Венере Солнце будет всходить на западе и садиться на востоке. Год на Венере длится 225 земных дней. В это же время в Венере требуется 243 земных дня, чтобы совершить полный оборот вокруг своей оси, что означает, что дни на Венере более длительны, чем года. И все же по своему строению Венера поразительно схожа с нашей планетой. Размер утренней звезды всего на 650 километров меньше земного, а масса ее равна чуть больше 81% массы нашей планеты. На Венере есть своя атмосфера. Во время начала космической эволюции были получены первые панорамы поверхности Венеры. Передали на Землю эти панорамы аппараты Венера-9 и Венера-10 еще в 1975 году. Изображения получали при помощи установленных на каждом аппарате двух оптико-механических камер. В 1982 году аппараты Венера-13 и Венера-14 были оснащены уже более совершенными камерами со светофильтрами. Изображения были вдвое более четкими. Венера не была так хорошо изучена, и поэтому первые космические аппараты постоянно испытывали проблемы. Но также есть очень много статей о том, что на Венере была обнаружена жизнь, и там говорится, что жизнь возможна и на поверхности. Стоит посмотреть новейшую обработку снимков посадочных блоков станции Венера-12 и 13. Там есть черный лоскут, по их мнению, и скорпион. Очень похоже, что это живые организмы. Да, на фотографии это как-то можно найти и заметно, но ученые опровергают эти факты и говорят, что авторы статьи не учитывают действия ветра. Плотность атмосферы на поверхности Венера в 50 раз выше, чем на Земле. Там даже легкий ветерок может перекатывать камни и сдувать обломки аппаратов. Но так ли это, и чему верить, ответить на вопрос, что на самом деле на этих снимках живые организмы или все же камни, точно невозможно сказать. Но ясно одно, что злой близнец нашей планеты скрывает в себе еще множество тайн. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.